Добрый час! И с вами опять Маргарита, и это ИТИ, Школа Успешных Продаж. И вот я опять сегодня нахожусь в машине. В машине, а значит, я делаю это между делом. На данный момент у меня ребенок занимается танцами, я ее подвезла на занятия. Поэтому, прежде чем пойти в помещение, я решила быстренько записать вам очередное видео. Итак, в этом видео мы с вами поговорим о той проблеме, которую вы уже подняли. И не раз, да? Подняли. 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 Которую вы озвучили. Вот слово. Которую вы озвучили в некоторых ваших сообщениях. Итак, сегодня мы с вами поговорим о скидках, купонах, распродажах. Воу! Проходи, я дам все по 5 рублей, я отправлю все бесплатно. Я? No. Нет. Мое отношение к купонам вы, наверное, уже поняли, кто меня видит не первый раз, да? Но кто меня видит первый раз, мое отношение к купонам таковое. Купоны – это инструмент. Как и любым инструментам, им нужно научиться пользоваться. Если вы знаете, как им грамотно пользоваться, флаг вам в руки, вперед, продавайте свои товары с купонами и так далее. Если же вы думаете, что предлагая купон, да, вы тем самым увеличиваете продажи в вашем магазине, да, возможно. Это будет одноразовая продажа и так далее, да. То есть и люди, которые приходят к вам в магазин, они будут сидеть и ждать, когда будут эти купоны, да. То есть за цену, за которую вы готовы продать, они у вас просто не купят, потому что они знают, что есть купоны. Будем ждать купоны, да. Купоны, скидки и так далее, акции и так далее. Ну, если же вы знаете, как этим инструментом грамотно пользоваться, тогда у вас все получится. В этом видео мы просто покасательный пройдем этот вопрос. Мы не будем глубоко погружаться, да, всю систему промоушенов, распродаж вот этих вот кодов и так далее. Я просто аккуратненько затрону тему, да, аккуратненько в двух-трех словах. Поскольку видео у нас, как всегда, 10-12 минут, я в двух словах расскажу, что и зачем купоны нужны и когда их можно использовать. Купоны и обычные распродажи можно использовать из моего, опять-таки, примера. У меня купоны вообще не работают, да. Но, насколько я знаю, да, купоны хорошо использовать два раза в год, да. То есть, я планирую в этом году, да, попробовать их использовать. Но я уже проделала предварительную работу. Итак, возвращаемся. Купоны хорошо, и скидки, и распродажные магазины хорошо делать перед Рождеством, да. И как раз вот лето. То есть, если мы летом распродаем все, что у нас не нужно, да, чтобы передвинуть нашу инвентуру, да, что у нас есть в магазине. И, естественно, перед Новым годом, когда Новый год, и там все продают, и все ищут, все большие распродажи и так далее. Поэтому это только вот два основных времени года, когда можно делать такие вот семи-аньюл, да, как бы большие распродажи. Это как-то вот лето, Christmas in July, в июне делаете. И зимой, да, где-нибудь в октябре, в ноябре. Теперь, почему я нигде не указываю официально? Хотя нет, у меня в одном магазине, у меня прям висит на баннере, посмотрите, да, вступайте в мой Jewelry Club, где я, где вы можете там, по-моему, получить 20% скидку. Вот это тут у меня на баннере, да, у меня такая строчка стоит, что вступайте в Jewelry Club. За, наверное, за сколько, 4 месяца у меня вот этот баннер стоит, эта информация стоит. Ну, возможно, 4 человека, да, подключились и использовали вот эти вот 20%. Остальные, которые приходят, находят в ваш магазин, они просто вводят карточку свою, им заморачиваются, и вводить вот этот вот купон большинству им, ну, никак, да, никак. Вы там сидите, ждете, думаете, сейчас я тут все сделал, там сейчас скидочку сделаю, все хорошо будет. Нет, не всегда это работает, да. Люди, которые привыкли покупать и просить скидку, поверьте мне, они к вам постучатся в личном сообщении, и они вам скажут, а есть ли какие-то скидки, а есть ли там что-то еще. И вот такие люди, они в основном покупают все через купоны, да. Да, вы можете им предложить скидку, там, в 10, 15, 20%, но опять-таки, это будет отдельный урок попозже. Любой грамотный маркетолог, да, который вот сидит вот и наблюдает за этим, он вам скажет, что ни в коем случае не дарите свои купоны, да. То есть человек бил купон, ушел. Нет, купоны, они продаются. Такая вам на ближайшее время задумка купоны, они продаются. Что я имею в виду? Когда человек просит у вас купон, вы, соответственно, в ответ можете спросить и сказать, я бы с удовольствием добавила вас в свою базу, да, чтобы вас информировать о закрытых, закрытых. Тогда человек знает, никто другой не купит это на скидке, только я смогу купить, да, в закрытые там клубы, в закрытые там что-то такое-то, в закрытую рассылку, которую я там отправляю, может быть, раз в месяц, да, может быть, там, раз в квартал, да. И вот для тех людей, которые у вас уже что-то купили с купоном, он гораздо быстрее к вам вернется второй, третий и так далее, четвертый раз, поскольку вы ему предложили стать членом своего клуба. Он уже специальный человек, а не просто так вы поставили свой магазин идти на сейл, да, человек пришел, купил и ушел. Нет, вы тем самым теряете свои, там, 20% или какую-то скидку сделали, плюс еще все остальные поимеют вас, PayPal идти на сейл идти и так далее, так далее. И что? И что в результате? Что вы имеете? Ничего вы не имеете. Поэтому с купонами нужно очень аккуратно действовать, да, это вам подумать, да, подумать. Можно попробовать в качестве варианта, да, те, кто у вас купил на купоне, да, предложите им в частной беседе добавить их в свою рассылку. Если вы пока не владеете большим знанием, как создавать эти большие рассылки, ничего страшного, да, хотя бы email соберите. У нас нелегально, нельзя просто взять из своей базы продажных, да, и отправить человеку скидки, да, должен быть, даже когда вы будете, или когда вы, mailchimp, да, идея у меня, видите, как у меня быстро, у меня быстрая информация быстро идет. Mailchimp, да, то есть там даже есть окошко, что вы добровольно подписались на это, да, поэтому, когда вы спрашиваете у человека его разрешение добавить, если он скажет, о, да, конечно, добавляйте мне, все, дело сделано, у вас будет в переписке сохраняться вот эта информация, и он будет вам благодарен, если вы его внесете в свой список, когда вы будете рассылать купоны, да, и тогда вы уже можете, один раз вы сделали этому человеку подарок, да, и вы его забрали к себе, забрали этого внимания к себе, да, и теперь он уже как у вас на крючке, то есть вы поймали, вот эти вот, на форме у нас было заманушки. Заманушки хорошо, если вы знаете, как потом, что делать с теми, кого вы заманили, если они один раз заманили, то заманивать их, если вы их заманили, и потом будете их использовать, вот это вот уже другое дело, да, то есть это вам подумать. Итак, наше время подходит, да, здесь мы в этом видео мы аккуратно коснулись идеи купонов, если в итоге, да, итог на этого видео, купонами можно пользоваться, купоны можно создавать, купоны это инструмент, если вы знаете, как работает с инструментом, замечательно, он принесет вам пользу, если вы не знаете, как этот инструмент работает, то вы будете работать себе в минус, как и сидя и ожидая, почему продажи не работают с купонами, да, так и стрессуя, я купоны зарядила, а продаж нету, вот, поэтому будьте очень аккуратны с купонами, с распродажами, если новый магазин, не советую вам начинать свою карьеру с большой продажи, 30, 50, 40%, гранд опенинг, кто может делать гранд опенинг, великое открытие продажное, большие супермаркеты могут делать, у которых покупают товары за 3 рубля, а продают плюс, сколько там, 25 рублей, образно говоря, да, такие магазины, они уже вкладывают на вот этот гранд опенинг, потом, так далее, так далее, у вас все это ручная работа, поэтому цените, как всегда, цените свой труд, уважайте свой труд, не давайте покупателям понять, что вы нуждаетесь, никто не хочет быть частью того, кто нуждается, люди хотят быть успешными, если они видят, что ваш магазин сияет, они хотят частичку этого сияния, почему вы ко мне приходите, потому что я сияю, вот, поэтому я вам такую же энергию передаю сияющим, сияйте, творите свои изумительные работы, не поддавайтесь на провокации по поводу купонов, скидок и так далее, два раза в год можно, июне, и перед Рождеством, вот так вот, так что я пошла смотреть, как у меня танцует ребенок, а вам отличного дня, хорошего настроения, креативных мыслей и больших продаж, так как, мари-мари-мари, больших продаж, всего доброго, до свидания, с вами, как всегда, была Маргарита, и это Итси, школа успешных продаж, всего доброго.